чем отличаются два проращиваться и домашний сад который с компрессором идет и который без прежде всего смотрите в объеме то есть конзинка посадочная сама одиночка одна и та же одинаковые практически отличается объем здесь воды два с половиной литра умещается а в этом наверное пол литра нету потому что видите корзиночка практически идет до дна то есть тут пару сантиметров внизу остается чем как бы это грозит так скажем тем что вам просто придется чаще меняться промывать и менять воду вот в этом маленьком проращивать это первое потому что семена как только они оживляются это очень такая благоприятная среда для разного рода бактерий все это начинает достаточно быстро цвести пахнуть и это в общем то то что все мы пытаемся избежать проращивать тарелочках с марлечкой то есть вот проращиватели вот эти даже самые простые они просто настоящее спасение для ежедневного такого очень часто проращивания то есть вы достаете корзиночку может всегда промыть ее под водой прямо под проточной там слить воду новую налить у вас все чистое на крыле вот то есть в этом проращивать или можно не менять воду сутки и в принципе но это нормально выдержит потому что большой объем воды и второе преимущество большое здесь компресс то есть есть компрессор распылитель воздуха что он делает он дает такую дополнительную аэрацию увлажнение семян и из-за этого они прорастают быстрее то есть мы например сами сравнивали засыпав одинаково женицу в этот проращиватель и вот маленький и здесь прям в два раза быстрее она проросла то есть буквально и травка проросла также то есть все быстрее это именно наличие вот этого кислорода абсолютно такой простой простой функции плюс еще проращиватель 4 он есть дополнительная такая штучка для проращивания то есть из плюсов здесь прорастает быстрее менять воду реже дополнительная насадка для выращивания лука из минусов то что вот этот компрессор все-таки жужжит ну тихо но жужжит спать с ним не очень комфортно будет если в одном помещении здесь все тихо потому что ничего больше поэтому смотрите выбирайте каждый под себя крышки могут быть как прозрачные так и не прозрачные принципе это это приемлемо зависит от партии как производитель как сам поставщик поставляет вот для проростка в принципе считается что непрозрачная крышка тоже окей то есть он кладет тут такой тут салфеточки многоразовые есть и там и там если семена у вас мелкие класть просто на дно на корзиночке ну плюс еще в большом проращивании дополнительные салфетки кладет поставщик на этом вся разница заканчивается употребляйте обязательно пророщенные семена зерна и орехи это очень здорово улучшит ваше здоровье всем счастья и добра с вами была техника здоровья и